А я вот, между прочим, вот всегда признаюсь в любви нашим гостям, но на этот раз действительно моя гордость, потому что моя землячка Кузова. Чтобы вот ты знал сейчас, и даже вот можешь желание загадать, возможно, оно будет, если будешь... Ну да, мы уже говорили о том, что Самара с правой стороны, с левой стороны Самара, да. Если будешь хорошо себя вести. Можно много денег сразу? Нельзя, что-то все о деньгах. Деньги, это не самое главное. В общем, Влад Кутузов, Валерия Майоров, и в гостях у нас футбольный арбитр, да, Сабин Валеева, дочь бывшего футболиста клуба «Крылья Советов» и арбитра Равиля Валеева. Слушай, как здорово, прям браво. Савин, спасибо, что пришла, доброе утро, ждали. Нигде мы не ошиблись вот в представлении твоего. Ты арбитр футбольный? Да, но еще можно сделать поправочку международной категории FIFA. Это очень важный момент, я бы сказал, да. Слушай, ну на самом деле мы вообще впечатлены. Ты когда пришла, Кутузов так пришла, он говорит, какая красивая девушка, такая красивая девушка. Ну, это абсолютно правда. Как так вышло, что такая красивая девушка? Ну, во-первых, не все девчонки увлекаются футболом, это понятно, у тебя все это шло из семьи, но в какой момент ты поняла, что ты хочешь настолько плотно свою жизнь связать с этим вопросом? Ну, вы правы, это все пошло из детства, потому что с самого детства всегда у нас был в доме футбол, и так как я одна в семье, в принципе, у меня другого выбора и не было. Вот, и я в какой-то момент подошла к папе и сказала, говорю, пап, я хочу вот заняться футболом. С техникой у меня не очень. Ну, ты пыталась? Я пыталась, да. Я по-честному пыталась, и потом поступила в институт, и я такая говорю, ну, все-таки хочу дальше продолжить свою жизнь с футболом. Он говорит, давай попробуем посудить. И вот мы пошли на тренировку, мама, папа, я, спортивная семья, они делали различные упражнения, и я принимала решения. Там угловой удар, штрафной удар, вне игры. Вот, и первый мой матч состоялся на первенстве города Самары. Вот, папа был в качестве главного арбитра. Я ему помогала, и когда я пришла, папа такой, ребята, если что-то какие-то будут вопросы, все ко мне. Я ее папа все-таки. Жалко. Жалко, что... Слушай, а скажи, сколько лет тебе было? Мне было на тот момент 17 лет. Слушай, а ты в каком-то институте прям вот так учишь, чтобы международная категория FIFA, или ты институт по какой профессии? Нет, институт у меня был менеджмент, поэтому как бы да, потому что мне мама сказала, никакой физкультуры, потому что в жизни всякой может быть, надо еще иметь образование. Вот, и мы закончили курсы в Самаре на арбитра, получается. А потом позвонили в Москву и сказали, что так и так, есть девочка, вот, посмотрите ее, пожалуйста. Меня вызвали на первый турнир в Иваново. Там было первенство России до 17 лет. Вот. И я тогда отсудила матч за третье место. Потом меня вызвали на сборы всероссийские. И после этого я уже начала обслуживать матчи чемпионата России по высшему дивизиону. Слушай, ну а скажи, я хочу про Папу узнать все-таки. Он авторитетный, уважаемый человек, известный в этой среде. Он тебе как говорил? Не надо? Нет. Он обеими руками и ногами. То есть он был за прям просто? Да, он за. И он прям очень сильно, как бы, когда я получила категорию FIFA, он, конечно, был просто вот гордость. И сейчас уже он такой говорит, уже говорят, а, это папа арбитра. Не то, что раньше говорят, а, это дочь там футболиста Крылья Советов. А сейчас уже говорят, это, ну, получается, да. Немножко поменялись местами. Да, поменялись, да, мы. Продолжаем наш разговор. Друзья, 8909-928-189-9, это я к тому, что вы, если с первого раза не расслышали номер телефона, можно задать вопрос о нашей очаровательной гости Сабине Валеевой у нас в гостях. Арбитр международной категории FIFA. Вот так вот. Сейчас правильно все сказали? Сейчас правильно. Вот, запомнился второго раза. Удивлен, я могу, видишь. Слушай, а вот такой интересный момент. Как футболисты пооценивают, да, по каким-то вот физическим, стратегическим данным? А как оценить арбитра? Вот как вот в тебе разглядели талант, как они поняли, что вот прям вот у тебя глаз-алмаз. Понимаешь, как это вот тут все? И только ли в глазах делали, кстати? Только ли в глазе-алмазе? В глазе-алмазе, но и, конечно же, в ногах. Потому что также мы сдаем нормативы по физической подготовке. И с каждым годом они все усложняются, потому что футбол не стоит на месте. Футболисты прибавляют в физическом плане. И поэтому, конечно, мы должны за ними успевать. И также, естественно, мы должны сдавать нормативы по теории, по правилам игры. Подожди, а в ногах? Это значит, это для того, чтобы ты могла догнать, вручить карточку там, или убежать, если он этой карточкой не добился? Валерий, сразу всем заявляю, что вы не смотрите футбол вообще никогда. Понять или нет. Сколько человек играет на поле, скажи мне? Все понятно. Следующий вопрос. Продолжай, пожалуйста. Да, мы должны, конечно же, успевать за атакой и находиться в оптимальной позиции для принятия правильного решения. Поэтому, конечно же, физическая подготовка сейчас стоит на первом месте. Ну и правила, они же тоже там как-то деформируются, меняются? Правила, да, правила меняются. Деформируются? Деформируются. Возможно. Нормально. Да, вот, правила меняются, поэтому нужно все за всеми успевать, и у нас проходят сборы. Для женщин это два раза в год, сейчас это в конце июля, у нас будет летний сбор, где мы также будем сдавать нормативы, и все будем повторять, смотреть клипы различные. А много вас там, вот, женщин? Насколько, вот, я думаю, что ты редкость в этой профессии, все-таки девчонок их уже не так. Ну, ты же судишь женский футбол исключить, правильно? Не только. Не только международный футбол, да. Нет, на международном уровне я сужу только женский футбол, вот, чемпионат России, высший дивизион женский футбол, но также я сужу первенство Москвы среди юноши, ребят, вот, и максимум я могу судить молодежное первенство среди ребят, это вот, допустим, если следующий матч играет там Спартак-Динамо, накануне играет молодежный состав, вот, и я обслуживаю матч молодежного состава. Но это пока, то есть потом ты будешь как-то расти, расти, расти? А, вообще хотелось бы, конечно, но, к сожалению, у нас в России пока вот это максимум. Слушай, у нас в России, а если за рубежом, допустим, вообще есть прецеденты какие-то, когда вот девушки судят такие серьезные матчи на серьезном уровне? Да, вот у нас есть арбитр, который в топ уровне, элит, это Бибиана, она судит матчи Бундеслиги в качестве главного арбитра. А не бывало никогда, ну, никто не сомневается в твоем профессионализме, я категорически против сексизма, но, тем не менее, вот, все-таки, ну, парни-то молодые, горячие, никогда не слышала ты на поле? Ну, блин, ну, блин, самое главное, что можно услышать, да. Ты понимаешь, да, что мы говорим? Блин, не слышал, по-другому слышал. А, блин, не слышал. Нет, конечно же, ну, ребята, когда играют, они даже не задумываются, девушка ты или не девушка. У них это все на эмоциональном уровне происходит, и они такие, там, у нас есть, алло, реф. То есть реф, это для них, это что-то вот, ну, неважно, мужчина или женщина. Ага. Вот, а, ну, сейчас я говорю то, что... Реф от рефери, да? Ну, да, реф, это, сокращенно, да, от рефери. Вот, сейчас уже, как бы, популяризация женского футбола, она с каждым годом все лучше и лучше, поэтому уже люди адекватно воспринимают, что есть такой же арбитр, да, женщина. Вот, и поэтому, как бы, уже немножко так нас не особо негативно воспринимают. Раньше, конечно же, когда вот только все это начиналось, особенно в регионе, в Самаре, такие, что... Ну, почему-то это в основном шло от родителей, от родителей детей, и особенно почему-то от мам, я не знаю. Какие странные, от мам, тем более, да? Да, от мам, они постоянно... Может быть, они в виде на поле красивую девушку говорят, ага. Нет, да, они, знаешь, как они вот из разряда, да я лучше судить могу, я же вот тут стою, сужу, да. Ну, да, и такие, может, там, иди вари борщи, там, это твое место на кухне. Да ладно? Почему-то это все было из-за их уст, я не знаю, может, потому что всегда они за сына как-то, да, вот, мамы переживают, что их обижают. Мамы, мамы, да. Слушай, мне кажется, очень смешно, когда ты судишь серьезный матч, пусть там не на высоком уровне, да, и слышишь... Вари борщи! Вари борщи! Вари борщи! Друзья, Сабина Валиева у нас в гостях, мы продолжим очень скоро, прямо сейчас у нас небольшой перерыв. Видали мы эти Парижи, у нас и тут очень сильно интересно, футбольный арбитр, международная аккредитация FIFA, Сабина Валиева у нас в гостях, и мы сейчас вот Сабину так вот пытали из разряда, как интересно все. Я хочу сказать, что мы шокируем, я во всяком случае шокируем, потому что я никогда не предполагал вообще, что такая красивая девушка может быть футбольным арбитом. Успокойся, успокойся, успокойся. Я думала, ты сейчас шокирован тем, что в России нет как таковой профессии, да, вот, то есть трудовая книжка у тебя нигде не лежит. Дома. Дома лежит, да, ты работаешь... Что ты секреты раскрываешь? Ну почему, ну почему, ну это же, это же все не секрет. Да, все верно, такой профессии нет. Работаешь по трудовому договору, и получается, что оплачиваются только те матчи, которые ты судишь. Да. Вообще, у кого как это устроено? Вот расскажи просто интересно, вот, структуру, да, вот внутреннюю. Чтобы у нас в голове все это встало куда-то вот. А люди получают зарплату, да, или как, за игру, да, как гонорар? Да, мы получаем, женщины-арбитры, мы получаем конкретно за игру, то есть как таковой ежемесячной оплаты у нас нет. Вот сколько игр ты отсадила, за столько игр ты денежку и получила. Ну ты скажешь, женщины, а у мужчин иначе сейчас ситуация? У мужчин иначе, именно премьер-лига и первая лига, у них сейчас есть ежемесячная оплата, вот, но это в принципе как бы это правильно и верно, почему? Потому что, там, не дай бог, получаешь травму или еще что-то, то есть, как бы, хоть, да, есть на что жить. Может быть, организовать какой-нибудь профсоюз женских арбитров, да, чтобы как-то все это вышло на другой уровень вообще. Не, ну есть надежда, что это все будет как-то расширяться дальше и... Нет, надежда всегда, она есть, вот, и вера, вот, поэтому, как бы, хотелось, но, не знаю, если честно, это очень сложный вопрос и... Ну не будем закапывать, скажите, скажи, пожалуйста, много ли девушек, женщин-арбитров у нас? Ну, вообще, вот так... Вообще, с каждым годом все больше и больше, а сейчас вот на сборе, на последнем было у нас 30 человек. На всю Россию? На всю Россию. Ух ты, ну, это дефицит. Я думал, что меньше, нет, я думал, что меньше, да, да, да. Куда меньше, Россия-то огромная страна. Не учитывая, что я сегодня вообще впервые столкнулся, поэтому я думал, что меньше. На самом деле, так много интересного всего рассказывает нам Сабина за кадром, например, она рассказывает, что не просто, вот, вот, ты судья, главный человек матча, ты не просто вышел там, посудил, карточки раздал, а оказывается, за судьей следит... Инспектор матча. Ну, это у всех, независимо от того, мужчина ты лежишь. Ну, подожди, это же так интересно, то есть вот происходит, значит, как двойное судейство, то есть все твои действия анализируются, потом разбираются и даже выставляется оценка. Да, все верно. Разбираются моменты после игры, выставляется инспектор матча оценка, вот, в зависимости от правильного принятия решения или неправильного. А как вот можно, ну, я не знаю, вот ты считаешь, что решение правильное, а он считает, что нет, и как быть? Есть камера на это, вот, ну, естественно, правила не едины, поэтому, если ты ошибся, то камера это покажет. Тут уже шансов нет. Скажи, пожалуйста, вот в этой профессии, в этом деле, в котором ты занимаешься, вот для тебя самое интересное, самое важное, самое захватывающее что? Наверное, сам матч, сам футбол, и я, если честно, получаю удовольствие от принятия решения, да, и вообще от самой атмосферы, от самой игры. То есть футбол, это, чтобы заниматься этим делом, судейством, да, нужно просто вот, ну, любить футбол, потому что без этого никак. Тем более у нас, я не говорю, в женском футболе не такие высокие зарплаты, и просто вот, ну, наверное, вот одна любовь к футболу, она вот нас всех объединяет и удерживает в этой структуре. Перерывчик вновь небольшой, друзья, да, задавайте свои вопросы, пожалуйста, еще раз напомню, у нас есть группа ВКонтакте и плюс 7909-928-189-9, это WhatsApp и Viber. Скоро мы к вам вернемся. Да, друзья, абсолютно верно, телерадиоканал Страна FM вместе с вами, спасибо, что слушаете и смотрите, доброе утро, сегодня у нас прекрасный гость, вернее, прекрасные гости, а, хотя вот, неожиданно, действительно, футбольный арбитр международной квалификации, правильно я сказал сейчас? Да, FIFA. Сабина Валиева у нас в гостях, Сабина, доброе утро еще раз. Доброе утро. Продолжаем говорить о футболе и вообще обо всем, что с ним связано. Сабина, я вот хочу узнать такую вот от тебя девочковую историю, вот бывает же, знакомиться с тобой, молодой человек, думать, ой, какая хорошенькая девчонка, и, допустим, в какой-то момент он ведет тебя, ты ему начинаешь, здесь был пас, то-то-то-то, и своими знаниями футбола просто повергаешь его в какой-то, я не знаю, шок и трепет. Бывали у тебя такие случаи, когда, ну, молодые люди просто говорили, а как так? Не может быть. Почему ты понимаешь в футболе больше меня? Как такое? Не, ну, конечно, интересуются, спрашивают, и для них это прям, ну, когда девушка понимает в футболе, это большой плюс, девочки, на заметочку. Да, девчонки, можно? Смотрите футбол, читайте правила, да, и... И хорошо выйти замуж. Да, ну, хотя, знаете, я вот сапожник без сапог. Ну, это ничего, ты просто выбираешь себе сапоги получше. Слушай, а мне хотелось узнать, ну, вот мы сидим, общаемся прекрасно, да, вот у нас такой хороший, комфортный разговор, а вообще в жизни ты жесткий человек, потому что, мне кажется, человек, который вот занимается тем, чем ты занимаешься, все-таки нужно как бы кремень-то внутренний какой-то стержень. Конечно, должен быть и стержень, и характер, потому что принимать решение, да, это... Нужна уверенность и в себе, в первую очередь. Вот, а так, нет, в жизни я очень общительный человек, веселый, поэтому... Это мы заметили уже. Да, поэтому нет. Вот о чем я хотел, я правильно сформулировал, наконец, свою мысль. Те люди, которые тебе, ну, бывают же всякие люди вокруг, да, которые не нравятся, делают как-то не так, как тебе кажется, они должны были поступить, ты легко вообще им выписываешь вот эту красную карту? Или желтый, горчичник? Вы знаете, я просто перестаю с ним общаться, если у меня человек неприятен. Молодец. Зачем усложнять себе жизнь? А вот на поле так нельзя поступить. На поле, да. Развернулся и ушел. Надо беречь свои нервы, и так вот, как бы, у нас нервная профессия, а если еще и в жизни это все переносить, ну, это, конечно... Валерия, наматывайте на уст. Надо беречь свои нервы. Надо беречь свои нервы, да. Вот посмотрите, что у Сабины такое красивое, прям вот в цвет часов, я аж заикаться начала. Мне, пожалуйста, что лучше, желтый или красный? Ну, мы сейчас советуем всем, кто нас слушает, срочно включить экраны и посмотреть, и как-то приблизиться к ним, потому что... Они настоящие? Они настоящие. Скажи, они настоящие. Они настоящие. Они еще нас не смотрят, а слушают, что это? Это футбольные карточки судейские, желтые и красные. Международный уровень. МВА, да, вот, ежегодно нам присылают карточки, поэтому я хочу подарить им ВА. Надеюсь, что они вам не пригодятся в жизни, а просто будут в качестве сувенира. Слушай, Дагруда, большое спасибо тебе. Скажи мне, какая лучше, красная или желтая, или никакой? Ну, мне больше желтая нравится, именно по цвету, да. А по цвету. А что означает? Валерия, на сегодня вам вот, значит, а в следующий раз, соответственно, будет вот такая уже. А желтая карточка означает предупреждение. Слушай, а скажи, пожалуйста, мы знаем, что желтый горчичник называют, да? Ну, горчичник, потому что... А у красной есть на основе какое-то название еще, вот, кроме как красная карточка, или нет? Да нет, как-то... Надо придумать тогда. Заняться вопросом, мне кажется. Парт-билет. Парт-билет. Да, просто красная. Просто красная. А ты что в диреты себе забрал? Ты давай-ка, давай-ка. Пожалуйста, Валерия, вам желтый, мне красный. Слушай, на самом деле я испытываю какой-то благоговейный трепет, потому что мне кажется, что я прикасаюсь к чему-то такому, что прям... Ты теперь можешь вполне на полных оснований кого-то засудить, допустим, после эфира, да? Или показать кому-то желтую карточку. Ты можешь положить книгу под подушку, просыпаешься, а потом все знаешь якобы к экзамену. А вот я буду карточку под подушку, а потом просыпаюсь и все знаю в футболе. Прям раз, раз, и всех удивило, понимаешь? Слушай, у нас потрясающий разговор, мы что-то заговорились совсем. Давайте еще раз проверемся на несколько минут и продолжим здесь все это утро на телерадиоканале «Страна.ФМ». Вот, кстати, по поводу боса и небоса, и в чем вообще одеты, судьи-то, расскажи, пожалуйста, у тебя же есть там специальная форма. Все, там должно быть как-то... все, каждые детали должны быть вышкалены, не вышкалены. Сейчас, секундочку, извините, я просто напомню, у нас Сабина Валиева, арбитр FIFA в гостях. Мы сегодня узнали, что и такие потрясающе красивые девушки могут быть арбитрами. Не успокойся. Подожди, про форму это тоже про красоту, потому что там короткие шорты. Да, судейская форма, которая включает в себя шорты, футболка, гетры, ну и спортивная обувь. Это либо бутсы, либо мы так называем бампы, многошиповки. А вас там вот, допустим, как в армии перед матчем не просматривают, говорят, футболка неправильно затянута, там, тра-та-та, чтобы все было... Не, ну, конечно, она должна быть заправлена, то есть арбитр, это получается как пример, да, для футболистов, чтобы вот все как правильно, все как красиво было, выглядело. А не отвлекают ли твои прекрасные ноги в шортах игроков от игры? Это надо спросить у игроков. Ну, то есть они пока не жаловались, да, они прямо... Ну, нет, делали комплименты, а так, нет, не жаловались. А, кстати, как ты на комплименты реагируешь? Ты им говоришь, молодые люди, я на работе, или... Причем в самом процессе всего матча снова-то. Нет, ну, конечно, там, допустим, если это в процессе игры, то я так скромненько скажу спасибо. Вот, а так, нет, ну, приятно, почему нет? В первую очередь же мы девушки, и любой комплимент, он приятен. Вот. А вот так ты в ответ не делаешь? Да. Нет. Если только с номером телефона, знаете? Вот, молодец. Я показал красную карточку для тех, кто не видел и слушал. Скажи мне, пожалуйста, есть ли главный судья, девушка, боковой, обязательно девушке, или, в принципе, никакой роли не играет? Вот как это устроено? Нет, если это женский чемпионат, то у нас, судя, только женщины. Только женщины. Вот, а если, допустим, это вот как первенство Москвы, Ну, вот как ты говорила, да. Да, то это, в принципе, могут и ребята быть, и ребята в поле девочке помогать, поэтому... Ну, то есть роли никакой не играет особо, да? Да, роли никакой не играет. А вот помимо вот этих вот съездов, на которые вы каждый раз там сдаёте нормативы, сборы, сдаёте на съезды, на съезды, на съезды, на билет, нормально, нормативы сдаёте. Есть какие-то курсы повышения квалификации? Вот, допустим, когда научат тебя судить, ну, не то чтобы лучше, ты же судишь, ты понимаешь все эти правила, а, так сказать, просто какие-то нюансы, может быть, различать, может быть, какое-то чутьё развивают. Есть такое? Ну, вот это, в принципе, и заключаются сборы. То есть на каждом сборе мы, допустим, если есть изменения в правилах игры, мы, естественно, всё это обсуждаем. Плюс у нас есть вопросы по правилам игры, по теории. И также мы смотрим различные клипы с разных матчей, вот, и также принимаем решения и, получается, обсуждаем. А какой объём информации, вот, допустим, вот по правилам, какой свод правил, я не знаю, это война и мир, или это поменьше, сколько правил ты должна запомнить единовременно, чтобы судить матч? Вообще 17 правил. Всего? Ну, это основных, да, потому что есть там дополнительные всякие ещё. Ну, да, есть одно 18-е правило для судей, это называется масло в голове. Масло в голове? Да, вот это единственное, которое до правила... Это анти-правил. А что оно означает, такое масло в голове? Масло в голове, но это, как вам сказать, то есть... Процедура укрепления волос? Ну, почти. Процедура укрепления матча. Ну, то есть, допустим, есть какие-то такие моменты, да, которые вот... Где-то можно сначала с ним, с игроком поговорить, да, нежели предупредить. То есть не всё вот, чтобы вот прям так-так-так, да. Есть какие-то такие моменты, чтобы вот игра проходила хорошо, без всяких там, да, негатива. Ну, это когда сотрудник ГИБДД, аналогию пытается провести, тебя останавливает, не штрафует, когда можно было, а говорит, ну... Ай-яй-яй. Ну, такие-то, да, такие воспитательные, да. Воспитательные меры. Меры, да. Главные воспитательные меры, вот, вот, и всё, красная карточка. И всё, и вопросов нет, да? Хорошо, что ты не судишь, чтобы всем эту красную карточку. Я так хочется кому-нибудь тебе покажу. Фигусь у тебя. Друзья, мы снова ненадолго прервёмся, но уже через несколько минут, наверное, поговорим о чемпионате мира по футболу, который стартует сегодня вечером. Давайте. Вы будьте здесь, друзья. Арбитр FIFA Сабин Валиева у нас в гостях на телерадиоканале Страна ФМК. Как интересно, у нас в эфире из эфира. Мы уже вот прям кутузов с красной карточкой в инстаграме разместить. Я прям на правую и налево готов. Да, да, красота. Слушай, ну, естественно, сегодня такой день, о котором нельзя не поговорить. Сегодня открытие чемпионата мира 2018. Вот в Москве, в Санкт-Петербурге, в Самаре, в нашей с тобой любимой, да, всё? Нет, ну, значит, открытие будет в Москве, насколько я понимаю. Конечно, можно как, да. Открытие только в Москве, в одном городе. В Самаре, я понимаю, девочки, в Самаре вам близка, конечно, но, извините, как в следующий раз попозже. Подожди, а в любом случае все города уже встрепенулись, они уже готовы, они уже понимают, что вот стартовало. Вот, и, собственно, хотим, как судьи международного, так сказать, арбитра. Ну, да, мы обычно таких случаев говорим, мы все понимаем прекрасно, что прогнозы это дело неплагодарное, мягко говоря. Но, тем не менее, да, у нас Египет, у нас Уругвай и у нас Саудовская Аравия, с которыми мы встречаемся сегодня. Конечно, все мы хотим выйти из группы и победить всех. Ну, вот ты сама как думаешь, вот твое личное мнение как человек, как болельщик, как профессионал, конечно же, тоже. Нет, конечно же, я буду болеть за наших и переживать, и все-таки я думаю, что сегодня наши победят, и вот у меня почему-то прогноз 2-1. В нашу пользу, естественно. Да, 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 в нашу пользу, естественно. А кто забьет что-нибудь решающее? Ну, бы хотел, конечно, чтобы Смолов, мне нравится. Нравится Смолов тебе? Смолов, либо Миранчук. Миранчук. Да, два братья Миранчука у нас играют. Да, да, да. Да, из Локомотива. Вот, кстати, очень перспективные ребята, вот, мне нравятся. Ну, это самое главное. Слушай, ну, давай пойдем дальше, у нас пока еще время есть, просто интересно. То есть, ну, допустим, мы сегодня выиграем 2-1, как ты сказал, так запишем уже, 2-1. Дальше у нас встреча с Египтом, там посложнее, потому что там и ребят посерьезнее, и Салах опять же приехал, подлечил свое плечо. Там, конечно, вот... Хотя, вот я понимаю, да, вопрос глупый, да, я задаю. Потому что, ну, глупо же говорить, я думаю, что наши проиграют. Ну как, так же нельзя говорить. Нет, а мне кажется, сейчас... Даже если ты так думаешь. Вы знаете, понимаете, вот большинство вещей, они на эмоциональном плане вершатся. Вот сейчас слушает нас сборная, да, России по футболу, и услышали, что... Сабина говорит, мне нравятся наши пацаны, и у них вот как бы вдохновение, понимаешь, они ускорились сразу. Стимул, стимул, да, понравится еще больше. Слушай, ну, а если говорить вообще о мировом футболе в целом, ну, в связи, конечно, с чемпионатом мира, который стартует сегодня, если бы не надо, ну, наши-то понятно уже, да, конечно, мы все будем болеть за них, но если не сборная России, то вот за кого бы ты болела еще, за какую сборную? Англия. В Португалии? Нет. В Бразилии? В Португалии. В Италии не приехал, к сожалению. В Испании? За Криштиана бы, очень. Мне нравится. Вот видишь, самарские девочки очень любят Криштиана. У вас как-то много-много похожего, да? Ой, Криштиан, как лишь бы Майку снимал. Нет, на самом деле он профессионал, он большой трудяга, поэтому, ну... Я знаешь, что я переживаю за него? Я переживаю за него, что в Москве-то холодно, как назло, а он же Майку будет снимать. Замерзнет. Замерзнет. Надо, девчонки, ему вот чепчики бросать и свитерочки. Свитерочки нужно вязать своими заботливыми руками. Да, ну или любовью греть, да, своей? Ну, конечно, да. Ты видела уже потрясающие фотографии, где Месси в Броницах, на фоне полицейского УАЗика, там, видела, да, все это? Конечно, да, в интернете. Кстати, сборная Аргентины не вариант? Ну, в смысле, в смысле боления за них. Понятно, что наши на первом месте. Наши на первом, да, португальцы на втором. Да, да, на третьем. Ну, давайте Аргентину на третьем. Ну, окей, так вот и договорились. Вот это, вот и порешали. Слушай, ну там прям плотно будешь болеть вообще? Да, ну нет, конечно. Ну, как плотно, за наших, вы видите, да. Ну, буду смотреть каждый матч, да, естественно. В каком-нибудь спортзале, чтобы все, ой, в спортзале, в спортбаре, чтобы все это вот прям эмоционально, ура, ура, улей, улей. Да, 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 атмосфера, конечно, она влияет. Но спортбар, спортбар это тоже такая, такая штука, знаете ли. Опасная, да. Я знаю людей, которые начинали болеть в спортбаре, но вот закончить не смогли по-человечески. Не-не-не, у нас все цивильное. То есть какие-то специальные, да, спортбары? Нет, спортбары, они везде спортбары, просто вы сами выбираете, что в этом баре делать, да. Давайте про спортбары в 10.46 утра так рановато, мне кажется, все. Хотя некоторые болельщики, может быть, уже... Да я рассказывала, что да, сегодня они с утра. С позавчерашнего дня практически, да, и вчера их на улице Москвы было видно уже. Да, на Красной площади и ходчим. Сабин, у нас заканчивается время, большое тебе спасибо, что пришла, было круто и интересно, действительно. Вдохновила Кутузова. Было приятно с тобой познакомиться, друзья. У нас в гостях была арбитр FIFA. Вот так вот. Сабина Валиева, будем болеть за нашу и надеяться на победу. И желаем тебе большое успеть. А ты к нам приходи еще, пожалуйста. Спасибо вам большое. Пока, счастливо. Спасибо вам большое, очень приятно.